Издательство Эксмо. Хелен Рассел. Хюге или Уютное счастье по-датски. Как я целый год баловала себя улитками, ужинала при свечах и читала на подоконнике. Посвящается Рыжику, Легомену и женщине в лыжном комбинезоне и берете. Пролог. Перемены. Проект счастья. Все началось почти банально. Несколько недель к ряду моросил дождь, над Лондоном нависла серая хмарь, город выглядел мрачно и был каким-то потрепанным, как и я сама. А ведь где-то есть другая жизнь, эта мысль настигала меня каждое утро по дороге в офис. Она неотвязно преследовала меня спустя 12 часов, когда по узким улочкам я возвращалась домой, где меня ожидала пара часов неурочной работы, либо подготовка к завтрашним мероприятиям в офисе. Я работала редактором в глянцевом журнале и чувствовала себя обманщицей. Целыми днями я наставляла своих читательниц, как гармонично сочетать работу с личной жизнью, добиваться успеха, сохранять душевное спокойствие и здравость ума, заниматься спортом, следовать модным тенденциям в одежде, наконец, излучать сияние и радость. При этом сама я до сих пор выплачивала студенческий кредит, а в течение дня, чтобы поддерживать тонус, поглощала лошадиные дозы кофеина и не могла заснуть без бокала Савиньон Блан. Савиньон Блан. Популярный сорт белого вина. Воскресными вечерами предстоящая рабочая неделя вызывала у меня привычное чувство тоски. День ото дня нарастало искушение выключить будильник и понежиться утром в постели. Больше десяти лет я трудилась в индустрии моды и красоты. Но вот парадокс, получив работу, которой долго добивалась, осознала, что счастья она мне не прибавила, лишь работать пришлось гораздо больше. Мои устремления превратились в ускользающую цель, стоило мне приблизиться к результату, как возникали новые задачи, которые накрывали меня с головой. Перечень жизненных приоритетов, того, в чем я нуждалась и что необходимо сделать, все время расширялся, а мои силы уже не соответствовали возрастающим амбициям. Синдром хронической усталости стал моим постоянным спутником, и собственная жизнь казалась хаотичной и разбитой. Я вечно бралась за множество дел и с завидным упорством не справлялась с многозадачностью. Мне тридцать три года, возраст Христа. У меня есть работа, квартира, муж и отличные друзья, а еще собака сомнительной породы, которая, как мы надеялись, придаст нашему суетному городскому быту немного загородной расслабленности. В общем, нормальная жизнь. Я бы даже назвала ее хорошей, если не считать головной боли, спорадической бессонницы, хронического тензилита, не поддающегося лечению после месяца приема антибиотиков и простуд, случавшихся с периодичностью раз в две недели. Но ведь это знакомо многим, не так ли? Раньше сумасшедший ритм города вызывал во мне прилив адреналина. Когда работаешь в яркой, позитивной команде, скучать не приходится. Рабочий день расписан буквально по минутам. Я жила в одном из самых потрясающих мест на планете, и рядом находились любимые друзья. Но после двенадцати лет бурной столичной жизни и не менее интенсивной жизни в квартале на севере Лондона, я вдруг почувствовала упадок сил. Было еще одно обстоятельство. Два года я ходила по врачам, они осматривали и ощупывали меня, ежедневно делали гормональные инъекции, и с каждым месяцем мое состояние духа падало. Мы с мужем пытались завести ребенка, но у нас ничего не получалось. Когда в офисе начинали собирать деньги, на подарок очередной сотруднице, отправлявшейся в декретный отпуск, у меня наворачивались слезы. Невозможно скрыть свои эмоции, глядя на очередной детский комбинезончик, если все твое существование пронизывает мысль о ребенке, и трижды в неделю ходишь на процедуры, чтобы приблизиться к заветной мечте. Надо мной начали подшучивать, дескать, нужно поспешить, ведь я уже не первой молодости, говорили, что мой поезд может уйти. В ответ я широко, до боли в челюсти ослепительно улыбалась, но с трудом сдерживалась, чтобы не нагрубить. Из-за процедур мне пришлось изменить график работы, и чтобы управиться с делами, приходилось жертвовать свободным временем. Работа позволяла мне оставаться финансово независимой и поддерживать тот образ жизни, о котором, как мне казалось, всегда мечтала. Муж мой блондин, серьезный мужчина, в его облике есть что-то от учителя физики. В детстве он был очень обаятельным, однажды его даже пригласили на съемку рекламы молочного шоколада. Впрочем, сняться ему не удалось, роль досталась другому ребенку, но тот день муж запомнил навсегда. Впервые в жизни ему довелось поиграть с приставкой Nintendo, которую прихватил с собой какой-то мальчик. Вдобавок ему разрешили съесть столько шоколада, сколько он захочет, а такие удачи в его жизни случались редко. Родители мужа с недоверием относились ко всяким новым гаджетам и старались привить сыну вкус к классической музыке, живописи и прогулкам на свежем воздухе. Могу себе представить, каково было их разочарование, когда в восемь лет мой будущий муж заявил, что его любимая книга — каталог Argos. Аргас — популярный британский интернет-магазин. Над этим увесистым томом он мог просиживать часами, зачарованно изучая электронные девайсы и конструкторы лего, о которых мечтал. Родителям уже тогда следовало бы понять, что их ожидает. В моей жизни он появился в тот момент, когда я почти попрощалась с надеждой на личное счастье. Незадолго до этой встречи меня бросил жених, прямо на свадьбе, честное слово. Потом состоялось незабываемое свидание. Пригласивший меня на ужин кавалер так увлекся трансляцией футбола по телевизору, что в итоге вместо ресторана просто заказал пиццу на дом. Признаюсь, когда познакомилась со своим будущим мужем, и он сказал, что сам приготовит ужин, я на многое не рассчитывала. Однако ужин удался. Был даже жульен в кокотнице. К тому же мой новый знакомый оказался умным, добрым и приятным в общении мужчиной.